За новогоднее настроение налог платить не требуется. Однако и коронавирус пытается украсть у нас праздник. Так, в честь наступления 2021 года отменяются все массовые мероприятия. Об этом уже официально объявлено. А в столице региона даже не будут строить главную городскую горку. Но разве для сибиряков это повод расстраиваться? Жители региона и сами могут создать праздничную атмосферу. Об этом и поговорим прямо сейчас. Эта полуметровая елка уже 10 лет встречает Новый год со своей хозяйкой Любовью Головиной везде, где бы она ни была. И в Москве, и в Иркутске. Любовь наряжает ее игрушками, которые покупала в Чехии и самодельными украшениями. В этом году зеленая красавица приняла участие в еще одном эксперименте. Ее нарядили к празднику до наступления зимы. В этом году я нарядила новогоднюю елку намного раньше обычного. Аж в середине ноября. Атмосфера праздника помогает мне не падать духом в трудные для всех времена. К тому же многие игрушки на этой елке хранят дорогие для меня воспоминания. Например, вот эта куплена в Европе на рождественской распродаже. Куда по понятным причинам я еще не скоро попаду. Вот эта расписана мной самой. А вот у известного иркутского политолога Алексея Петрова уже давно вошло в традицию ставить елку именно в ноябре. Этот год не стал исключением. У нас елка стоит, скажем так, больше, чем праздничные дни. Мы ее всегда ставим в самых первых числах ноября. И она у нас стоит до апреля, а то и даже до мая. Почему мы ставим? Ну, во-первых, все равно уже с появлением первого снега чувствуется приближение зимы. И может быть с этим и связано, что в этом году елка была поставлена на полмесяца попозже. Потому что снега нет, достаточно теплая погода. И ты как-то только по календарю обращаешь внимание, что до Нового года осталось совсем немного времени. Сейчас в Иркутске действительно достаточно много горожан спешат создать праздничную атмосферу в своих квартирах. Отмечают это и продавцы новогодних атрибутов. В сентябре к нам уже посыпались вопросы о том, когда же появится новогодняя коллекция. И так как мы всегда прислушиваемся к мнению наших любимых гостей, то в октябре мы уже вовсю продавали новогоднюю атрибутику. Тем временем в Иркутске уже начали устанавливать главную городскую елку. А вот ледовый городок начнут строить только с наступлением хороших морозов. Уже известно, что украшать центральную городскую площадь в этом году будут фигурами из детских сказок и отечественных мультфильмов. Простоквашина, Снежная королева и других. Однако из-за пандемии коронавируса в городе не построят центральную большую горку и не откроют резиденцию Деда Мороза. А во всем регионе отменят массовые мероприятия. Чтобы сохранить новогоднее настроение и веру в сказку хотя бы у детей, в Братске им предлагают написать письмо Деду Морозу и сделать ему подделку. Остальные маленькие жители региона могут поучаствовать в конкурсе елочных игрушек. Они должны сделать работу на тему «Я познаю Байкал» и отправить до 15 декабря в детскую библиотеку Слюдянского района. И, возможно, такая ранняя подготовка к празднику поможет многим жителям региона забыть о трудностях, которые принес за собой 2020-й. Ольга Хормутова, Андрей Назаров, Владимир Пинаев. Новости по будням. Новости по будням.